Иван Бунин Ладонью наружу приложила руку к щеке. Засмеялась простым прелестным смехом. Все было прелестно в этой маленькой женщине. И сказала. Я, кажется, пьяна. — Откуда вы взялись? — Три часа тому назад я даже не подозревала о вашем существовании. Я даже не знаю, где вы сели. В Самаре? Но все равно. Это у меня голова кружится. Или мы куда-то поворачиваем? Иван Бунин Да и страшно замерло сердце при мысли, как, вероятно, крепка и смугла она вся под этим легким холстинковым платьем после целого месяца лежания под южным солнцем на горячем морском песке. Она сказала, что едет из Анапы. Поручик пробормотал. — Сойдем? — Куда? — спросила она удивленно. — На этой пристани? — Зачем? Он промолчал. Она опять приложила тыл руки к горячей щеке. — Сумасшествие! — Сойдем! — повторил он тупо. — Умоляю вас! — Ах, да делайте, как хотите! — сказала она, отворачиваясь. Разбежавшийся пароход с мягким стуком ударился в тускло освещенную пристань, и они чуть не упали друг на друга. Над головами пролетел конец каната, потом понесло назад, и с шумом закипела вода, загремели сходни. Поручик кинулся за вещами. Через минуту они прошли сонную конторку, вышли на глубокий по спицу песок и молча сели в запыленную извозчичью пролетку. От логий подъем в гору среди редких кривых фонарей по мягкой от пыли дороги показался бесконечным. Но вот поднялись, выехали и затрещали по мостовой. Вот какая-то площадь, присутственные места, каланча, тепло и запахи ночного летнего уездного города. Извозчик остановился возле освещенного подъезда, за раскрытыми дверями которого круто поднималась старинная деревянная лестница. Старый небритый лакей в розовой косоворотке и в сюртуке недовольно взял вещи и пошел на своих растоптанных ногах вперед. Вошли в большой, но страшно душный, горячо накаленный за день солнцем номер с белыми опущенными занавесками на окнах и двумя необожженными свечами на подзеркальнике. И как только вошли, и лакей затворил дверь, поручик так порывисто кинулся к ней, и оба так иступленно задохнулись в поцелуи, что много лет вспоминали потом эту минуту. Никогда ничего подобного не испытал за всю жизнь ни тот, ни другой. В десять часов утра солнечного, жаркого, счастливого, со звоном церквей, с базаром на площади перед гостиницей, с запахом сена, дегтя и опять всего того сложного и пахучего, чем пахнет русский уездный город, она, эта маленькая безымянная женщина, так и не сказавшая своего имени, шутя, назвавшая себя прекрасной незнакомкой, уехала. Спали мало, но утром, выйдя из-за ширмы и возле кровати, в пять минут умывшись и одевшись, она была свежа, как в семнадцать лет. Смущена ли была она? Нет, очень немного. По-прежнему была проста, весела и уже рассудительна. — Нет, нет, милый, — сказала она в ответ на его просьбу ехать дальше вместе. — Нет, вы должны остаться до следующего парохода. — Если поедем вместе, все будет испорчено. Мне это будет очень неприятно. Даю вам честное слово, что я совсем не то, что вы могли бы обо мне подумать. Никогда ничего, даже похожего на то, что случилось, со мной не было. Да и не будет больше. На меня точно затмение нашло. Или, вернее, мы оба получили что-то вроде солнечного удара. И поручик как-то легко согласился с нею. В легком и счастливом духе он довез ее до пристани, как раз к отходу розового самолета. При всех поцеловал на палубе и едва успел вскочить на сходни, которые уже двинули назад. Так же легко, беззаботно и возвратился он в гостиницу. Однако что-то уже изменилось. Номер без нее показался каким-то совсем другим, чем был при ней. Он был еще полон ею. И пуст. Это было странно. Еще пахло ее хорошим английским одеколоном. Еще стояла на подносе ее недопитая чашка. А ее уже не было. И сердце поручика вдруг сжалось с такой нежностью, что поручик поспешил закурить и несколько раз прошелся взад и вперед по комнате. «Странное приключение», — сказал он вслух, смеясь и чувствуя, что на глаза его навертываются слезы. «Даю вам честное слово, что я совсем не то, что вы могли подумать». И уже уехала. Ширма была отодвинута. Постель еще не убрана. И он почувствовал, что просто нет сил смотреть теперь на эту постель. Он закрыл ее ширмой, затворил окна, чтобы не слышать базарного говора и скрипа колес, опустил белые пузырившиеся занавески, сел на диван. Да, вот и конец этому дорожному приключению. Уехала. И теперь уже далеко. Сидит, вероятно, в стеклянном белом салоне или на палубе и смотрит на огромную блестящую под солнцем реку, на встречные плоты, на желтые отмели, на сияющую даль воды и неба, на весь этот безмерный волжский простор. И прости, и уже навсегда. Навеки. Потому что где же они теперь могут встретиться? «Не могу же я, — подумал он, — не могу же я ни с того ни с сего приехать в этот город, где ее муж, где ее трехлетняя девочка, вообще вся ее семья и вся ее обычная жизнь. И город этот показался ему каким-то особенным, заповедным городом. И мысль о том, что она так и будет жить в нем своей одинокой жизнью, часто, может быть, вспоминая его, вспоминая их случайную, такую мимолетную встречу, а он уже никогда не увидит ее. Мысль эта изумила и поразила его. Нет, этого не может быть. Это было бы слишком дико, неестественно, неправдоподобно. И он почувствовал такую боль и такую ненужность всей своей дальнейшей жизни без нее, что его охватил ужас, отчаяние. «Что за черт?» — подумал он, вставая, опять принимаясь ходить по комнате и стараясь не смотреть на постель за ширмой. «Да что же это такое со мной? И что в ней особенного? И что, собственно, случилось?» «В самом деле, точно какой-то солнечный удар. И главное, как же я проведу теперь без нее целый день в этом захолустье?» Он еще помнил ее всю, со всеми мельчайшими ее особенностями, помнил запах ее загара и холстинкового платья, ее крепкое тело, живой, простой и веселый звук ее голоса. Чувство только что испытанных наслаждений всей ее женской прелестью было еще живо в нем необыкновенно. Но теперь главным было все-таки это второе, совсем новое чувство, то странное, непонятное чувство, которого совсем не было, пока они были вместе, которого он даже предположить в себе не мог, затевая вчера это, как он думал, только забавное знакомство и о котором уже нельзя было сказать ей теперь. «А главное, — подумал он, — ведь и никогда уже не скажешь. И что делать? Как прожить этот бесконечный день с этими воспоминаниями, с этой неразрешимой мукой в этом богом забытом городишке над той самой сияющей Волгой, по которой унес ее этот розовый пароход. Нужно было спасаться, чем-нибудь занять, отвлечь себя, куда-нибудь идти. Он решительно надел картуз, взял стек, быстро прошел, звеня шпорами, и по пустому коридору, сбежал по крутой лестнице на подъезд. Да, но куда идти? У подъезда стоял извозчик, молодой и в ловкой поддевке, и спокойно курил цигарку. Поручик взглянул на него, растерянный и с изумлением. Как это можно так спокойно сидеть на козлах, курить и вообще быть простым, беспечным, равнодушным? Вероятно, только я один так страшно несчастен во всем этом городе, подумал он, направляясь к базару. Базар уже разъезжался. Он зачем-то походил по свежему навозу среди телег, среди вазов с огурцами, среди новых мисок и горшков. И бабы, сидевшие на земле, наперебой зазывали его, брали горшки в руки и стучали, звенели в них пальцами, показывая их добротность. Мужики оглушали его, кричали ему. — Вот первый сорт огурчики, ваше благородие! Все это было так глупо, нелепо, что он бежал с базара. Он пошел в собор, где пели уже громко, весело и решительно, со знанием исполненного долга. Потом долго шагал, кружил по маленькому, жаркому и запущенному садику на обрыве горы, над неоглядной, светло-стальной, ширею реки. Погона и пуговицы его кителя так нажгло, что к ним нельзя было прикоснуться. А колыш картуза был внутри мокрый от пота. Лицо пылало. Возвратясь в гостиницу, он с наслаждением вошел в большую и пустую прохладную столовую в нижнем этаже, с наслаждением снял картуз и сел за столик возле открытого окна, в которое несло жаром, но все-таки веяло воздухом. Заказал ботвинью со льдом. Все было хорошо. Во всем было безмерное счастье, великая радость. Даже в этом зное и во всех базарных запахах, во всем этом незнакомом городишке и в этой старой уездной гостинице и была она. Это радость. А вместе с тем сердце просто разрывалось на части. Он выпил несколько рюмок водки, закусывая малосольными огурцами, с укропом, и чувствуя, что он, не задумываясь, умер бы завтра, если бы можно было каким-нибудь чудом вернуть ее. Провести с ней еще один нынешний день. Провести только за тем, только за тем, чтобы высказать ей и чем-нибудь доказать, убедить, как он мучительно и восторженно любит ее. Зачем доказать? Зачем убедить? Он не знал зачем, но это было необходимее жизни. Совсем разгулялись нервы, сказал он, наливая пятую рюмку водки. Он отодвинул от себя ботвинью, спросил черного кофе и стал курить, и напряженно думать, что же теперь делать ему, как избавиться от этой внезапной, неожиданной любви. Но избавиться, он это чувствовал слишком живо, было невозможно. И он вдруг опять быстро встал, взял картуз и стек и, спросив, где почта, торопливо пошел туда с уже готовой в голове фразой телеграммы «Отныне вся моя жизнь навеки до гроба ваша, вашей власти». Но, дойдя до старого толстостенного дома, где была почта и телеграф, в ужасе остановился. Он знал город, где она живет, знал, что у нее есть муж и трехлетняя дочка, но не знал ни фамилии, ни имени ее. Он несколько раз спрашивал ее об этом вчера за обедом и в гостинице, и каждый раз она смеялась и говорила «А зачем вам нужно знать, кто я, как меня зовут?» На углу возле почты была фотографическая витрина. Он долго смотрел на большой портрет какого-то военного в густых аппалетах с выпуклыми глазами, с низким лбом, с поразительно великолепными бакенбардами и широчайшей грудью, сплошь украшенной орденами. Как дико, страшно все будничное, обычное, когда сердце поражено. Да, поражено, он теперь понимал это, этим страшным солнечным ударом, слишком большой любовью, слишком большим счастьем. Он взглянул на чету новобрачных. Молодой человек в длинном сюрдуке и белом галстуке, стриженный ежиком, вытянувшийся во фронт под руку с девицей в подвенечном газе, перевел глаза на портрет какой-то хорошенькой и задорной барышни в студенческом картузе на бекрень. Потом, томясь мучительной завистью, ко всем этим неизвестным ему нестрадающим людям, стал напряженно смотреть вдоль улицы. Куда идти? Что делать? Улица была совершенно пуста. Дома были все одинаковые, белые, двухэтажные, купеческие, с большими садами, и казалось, что в них нет ни души. Белая густая пыль лежала на мостовой. И все это слепило, все было залито жарким, пламенным и радостным, но здесь как будто бесцельным солнцем. Вдали улица поднималась, горбилась и упиралась в безоблачный, сероватый, с отблеском небосклон. В этом было что-то южное, напоминающее Севастополь, Керчь, Анапу. Это было особенно нестерпимо. И поручик с опущенной головой, щурясь от света, сосредоточенно глядя себе под ноги, шатаясь, спотыкаясь, цепляясь шпорой за шпору, зашагал назад. Он вернулся в гостиницу настолько разбитый усталостью, точно совершил огромный переход где-нибудь в Туркестане, в Сахаре. Он, собирая последние силы, вошел в свой большой и пустой номер. Номер был уже прибран, лишен последних следов ее, только одна шпилька, забытая ею, лежала на ночном столике. Он снял китель и взглянул на себя в зеркало. Лицо его, обычное офицерское лицо, серое от загара, с белесыми и выгоревшими от солнца усами, и голубоватый белизной глаз, от загара казавшихся еще белее, имело теперь возбужденное, сумасшедшее выражение, а в белой тонкой рубашке со стоячим крахмальным воротничком было что-то юное и глубоко несчастное. Он лег на кровать, на спину, положил запыленные сапоги на отвал. Окна были открыты, занавески опущенные и легкий ветерок от времени до времени надувал их, веял в комнату с зноем нагретых железных крыш и всего этого светоносного и совершенно теперь опустевшего безмолвного волжского мира. Он лежал, подложив руки под затылок и пристально глядел перед собой. Потом стеснул зубы, закрыл веки, чувствуя, как по щекам катятся из-под них слезы. И наконец заснул. А когда снова открыл глаза, за занавесками уже красновато желтело вечернее солнце. ветер стих, в номере было душно и сухо, как в духовой печи. И вечерний день, и нынешнее утро вспомнились так точно они были десять лет тому назад. Он не спеша встал, не спеша умылся, поднял занавески, позвонил и спросил самовар и счет. Долго пил чай с лимоном. Потом приказал привезти извозчика, вынести вещи, и, садясь в пролетку на ее рыжее выгоревшее сиденье, дал лакею целых пять рублей. А похоже, ваше благородие, что это я и привез вас ночью, весело сказал извозчик, берясь за вожжи. Когда спустились к пристани, уже синела над Волгой синяя летняя ночь, и уже много разноцветных огоньков было рассеяно по реке, и огни висели на мачтах подбегающего парохода. Вакурат доставил, сказал извозчик заискивающе. Поручик и ему дал пять рублей, взял билет, прошел на пристань. Так же, как вчера, был мягкий стук в ее причал, и легкое головокружение от зыбкости под ногами. Потом летящий конец, шум закипевший и побежавший вперед воды под колесами несколько назад подавшегося парохода. И необыкновенно приветливо хорошо показалось от многолюдства этого парохода, уже везде освещенного и пахнущего кухней. Через минуту побежали дальше вверх, туда же, куда унесло и ее давечи утром. Темная летняя заря потухала далеко впереди, сумрачно, сонно и разноцветно отражаясь в реке, еще кое-где светившийся дрожащей рябью вдали под ней, под этой зарей, и плыли, и плыли назад огни, рассеянные в темноте вокруг. Поручик сидел под навесом на палубе, чувствуя себя постаревшим на десять лет.